Слышите? Так звучит дорога будущего. Отказ от привычных двигателей внутреннего сгорания в пользу электрических приведет к устранению выхлопных газов. Мегаполисы превратятся в цветущие оазисы, а энергию будут получать из солнца, ветра и воды. Конечно, такой идеальной картины мира мы вряд ли дождемся. Однако подумать о том, как сделать нашу жизнь экологичнее и тише, стоит уже сейчас. Сегодня каждый наш день связан с перевозками. Это доставка продуктов, одежды, лекарств, перевозка документов, вывоз мусора. Для всего этого в городах необходим грузовой транспорт. А чтобы сделать его экологичным, бесшумным и даже более выгодным в эксплуатации, потребовались усилия конструкторов будущего. Исследователи по всему миру постоянно работают над созданием более эффективных и емких аккумуляторов, чтобы увеличить дальность поездки и сократить время зарядки. А ведь еще в конце 19 века электромобили составляли серьезную конкуренцию машинам, оснащенным двигателем внутреннего сгорания. Они были бесшумные, легкие в управлении, без выхлопов и неприятных запахов. К тому же путь, который проезжали первые электромобили на одном заряде аккумулятора, был равнозначен расстоянию, которое преодолевал автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на одной заправке топливного бака. В 1899 году русский изобретатель Ипполит Романов создал первый отечественный электромобиль. Инженер с нуля разработал и мотор, и аккумулятор, и даже изобрел практичный материал деревопластик для кузова. Все свои эксперименты Романов производил в Петербурге. Спустя 100 лет и еще четверть века в северной столице также находится опытное производство, где большой штат разработчиков трудится над созданием идеальной модели первого российского электрического грузовика. Он должен был обладать пробегом не меньше 250 километров за одну рабочую смену логистическую, что укладывается в концепцию последней мили. Илья Рашкин, генеральный директор компании МРУС, начинал с того, что изобретал у себя в гараже научное оборудование для извлечения молний. Илья уверен, прогресс приходит в нашу жизнь через новое видение реальности. Он должен был перевозить, скажем, одну тонну груза. Он должен был быть в легком классе, то есть класс Н1, это возможность ездить в центре города без каких-либо ограничений. Ну и последнее, самое важное, он должен был быть коммерчески более эффективным, чем аналоги с двигателем внутреннего сгорания. Для того, чтобы решить все эти задачи, разработчикам пришлось создавать машину с нуля. За основу взяли шасси УАЗ. Это не только доступность производства, но и при необходимости ремонтопригодность. Запчасти можно будет найти в любом городе страны. Что важно для бизнеса, ведь грузовой транспорт должен постоянно работать. Лично меня волновал вопрос всегда, почему существует такая большая проблема в разработке именно электромобилей. В чем их особенность, уникальность, почему мировые автопроизводители просто не могут на тот же самый планер, на ту же самую платформу просто вставить электродвигатель, батарейку и погнали. Всеволод Жданов, директор Центра разработки, выпускник Политехнического университета. Всеволод собственноручно конструировал, собирал и испытывал первый прототип электрогрузовика. Половина автомобиля, это стоимость автомобиля, это его аккумулятор. И грамотная оценка его состояния, ресурса, соответствие заказчику, техническому заданию заказчика и видению продукта. Это очень глубокая и серьезная проблема. В отличие от автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, в электрическом грузовике гораздо меньше механических деталей. Однако транспортному средству необходим постоянный мониторинг работы двигателя и состояния аккумуляторов. Это вопросы не только энергоэффективности, но и безопасности. Поэтому всю бортовую электронику в МРУС разрабатывают сами. Неправильная работа двигателя у нас может привести к довольно плачевным последствиям. И неправильное обращение с аккумулятором тоже. Соответственно, чем больше мы возможных случаев нестандартных режимов работы, которые могут быть разрушительны для двигателя или аккумулятора, рассмотреть эти все ситуации. То есть их создать, симулировать и следить реакцию системы. Дмитрий Лукьянов. Ведущий инженер-программист. Выпускник ЛТИ. Магистр микро- и наноэлектроники. Дмитрий уверен, можно найти ответ на любой вопрос. Главное, не останавливаться и искать. Система должна отслеживать по максимуму все, что можно о машине, об ее состоянии в процессе езды, в процессе заряда, разряда аккумулятора. То есть какие нагрузки идут, как это соотносится с температурой окружающей среды, с состоянием, с временем эксплуатации. То есть это все будет учитывать электроника. В АРНД-лаборатории разработали собственный электродвигатель, который адаптировали под параметры электростали и температурные условия. Еще одной важной задачей стало создание аккумулятора. Для того, чтобы сократить количество ошибок и увеличить скорость сборки, в компании создали специальное приложение на основе компьютерного зрения и нейросетей. Камера снимает весь сегмент, затем программа анализирует. Она была обучена на большом количестве фотографий, на которых обведены все сегменты. Программа считает, сколько видит она сегментов. Мы ей задаем определенное количество. Вот здесь у нас, допустим, 12. Мы ей задаем, что она должна найти 12 сегментов. Если она их не находит, она пишет, что ошибка, и человек там должен перепроверить. Собирать батареи физически тоже помогает искусственный интеллект. Технология лазерной сварки создает высокое качество шва. А значит, устройство готово выдерживать большие нагрузки. Почему это эффективнее получается, чем сварка на станке, на каких-то других? Почему нужно использование этого робота? В данном случае здесь сегмент сдавливается с давлением в 300 кг. Он обрамлен специальной рамкой. И в процессе зажатия этого сегмента, когда он установлен в свое положение, уже происходит сварка. И получается, что вся сборка фиксируется, сжата в этом же положении. То есть она сохраняет эту самую нагрузку, это давление внутреннее. Это нужно для того, чтобы батарея правильно функционировала. Внутри самого аккумулятора есть несколько групп печатных плат электронных блоков. Одна из плат – это блок контроля управления, который также разрабатывают в лаборатории и постоянно совершенствуют. Этот блок осуществляет захват параметров по напряжению току с аккумуляторной сборки и производит общение с группой сегментных плат аккумулятора. Для того, чтобы онлайн контролировать целую группу очень важных энергетических параметров. Этим электронным блоком мы обеспечиваем возможность как долговременной эксплуатации, безопасной эксплуатации аккумулятора автомобиля, так и обеспечиваем задачу безопасности. То есть фиксируем возможные перегревы ячеек, в случае чего отключаем наши основные элементы, такие как мотор, электропривод, чтобы у нас не было выхода за расчетные пределы. Там дальше можно увидеть привод, то есть это двигатель, который расположен в подкапотном пространстве. Двигатель мощностью 80 киловатт, с пиковой мощностью больше 100, то есть до 150 лошадиных сил у нас есть. Здесь также расположены элементы бортовой электроники, это бортовой компьютер, система управления климатом, то есть это все элементы нашей собственной разработки. Сегодня электрогрузовик на одном заряде может преодолеть расстояние до 300 километров. Но Россия – страна не только разных климатических зон, но и разных сезонов. А грузовой транспорт не может зависеть от температуры на улице и того, что на холоде аккумулятор разряжается быстрее. Поэтому в компании разработали специальную систему обогрева. Одна из основных проблем электромобилей – это потеря пробега зимой. Вот мы этой проблемы лишены. Здесь также есть высоковольтный компрессор кондиционера, для того, чтобы летом было прохладно в салоне. Здесь расположен DC-DC преобразователь с высокого напряжения на 12, то есть все низковольтные приборы питаются от него. И от такого штатного, в том числе свинцового аккумулятора, который тут по регламенту должен быть. В 2023 году в особой экономической зоне «Технополис» в Москве электрогрузомобили начали выпускать серийно. В начале запуска мощности составили 1000 грузовиков в год. Однако объемы планируют увеличить как минимум в 5 раз. На сегодняшний день наши грузовики работают уже в более чем 10 городах. Я думаю, что это уже более 20 компаний различных, самого разного профиля. То есть это да, и логистика, конечно, в первую очередь в последней миле, там, фулфилмент сервисы. Но в то же время это компании, которые занимаются, скажем, перевозкой грузов внутри территории своих, да. То есть это какие-то там вплоть до того, что там нефтеперерабатывающие заводы большие, которые возят внутри необходимые там, значит, изделия. Мы опробовали уже себя в аэропорту Пулково. Внутри кабины все напоминает привычный автомобиль. Разве что вместо коробки передач – консоль с выбором режимов движения. Расположение батарей на раме позволило повысить общую устойчивость и улучшить проходимость поворотов. Что сделало электрогрузовик максимально комфортным для маневрирования в стесненных условиях мегаполиса. Что я вам скажу, машина действительно очень проста в управлении. С ней справится абсолютно любой водитель. Здесь под фургоном расположена очень большая аккумуляторная сборка на 90 кВт часов. Это достаточно большой объем энергии, для того, чтобы машина могла проходить до 300 км пробега на одном заряде. Здесь также расположен порт GBT, который используется для быстрой зарядки нашего электрогрузовика. То есть самое быстрое можно зарядить его за час. Зарядная станция поставляется вместе с автомобилем. Ее тоже разработали специально для электрогрузовиков. Станция комплектуется стандартной промышленной розеткой, которую можно установить внутри предприятия и не зависеть от городской инфраструктуры. Особенно это актуально для удаленных районов и сельской местности. Здесь, где находится экранчик зарядной станции, эта плата является конвертером протокола GBT и общается с силовым модулем, который установлен в зарядной станции. То есть эта плата полностью наша разработка, сделана нашими схемотехниками, запрограммирована нашими программистами. И она осуществляет полный контроль над зарядной станцией, над автомобилем. В общем, она обеспечивает полностью весь протокол зарядной станции. Александр Соболев, главный программист проекта, выпускник университета ИТМО, специалист по мехатронике и робототехнике. Исторически электромобили развивались, и у них добавлялось все больше и больше защит. Например, одна из важных защит, это, например, изоляция вот этого кабеля. То есть вот этот вот кабель, который оставляется непосредственно в машину, да, например, там идет дождь, какие-то проблемы, там повышенная влажность, и кого-то там в худшем случае может дернуть. Вот, чтобы это не происходило, плата зарядной станции все время отслеживает сопротивление изоляции на этом кабеле и, ну, отключает зарядную станцию в случае нештатных установок. Отсутствие выбросов и шума, невозможность утечки топлива, минимальный износ мотора, отсутствие транспортного налога. Все это делает электрогрузовик все более привлекательным для работы внутри города. Такой транспорт можно использовать даже в спальных районах по ночам, например, для вывоза мусора, строительных и дорожных работ. Следующей задачей разработчики считают создание гибридной версии, чтобы как минимум в три раза увеличить существующий запас хода и позволить электрогрузовику составить конкуренцию большегрузом уже на междугородних магистралях. Сильнее, не бойтесь. Таким образом узнается полная полярность сегмента. Так, еще чуть-чуть попроще лезти вам может, да? Скажите. Вот у гиброцикла? Вот это сложно.